Китайские автомобили – это дно. Так часто пишут в комментариях, но так ли это на самом деле? В этом видео мы рассмотрим трансмиссии кроссоверов Geely. Стоит ли ждать от них перегревов и пинков? Ну, досмотрите это видео до конца, и вы обязательно узнаете, как часто ломаются они, плохи ли они и сколько стоят. Итак, начинаем. На самых старых кроссоверах Geely Atlas, а также M-Grant X7 трудится автоматическая гидромеханическая трансмиссия M11. Эта трансмиссия была спроектирована австралийской компанией DSi в сотрудничестве с Hyundai Kia и очень похожа на трансмиссии A6M и A6F, которые с 2006 года устанавливали на корейские автомобили. Также эта трансмиссия появилась на кроссоверах SunYong с поперечным расположением двигателя и прослыла там не очень надежной. К сожалению, к 2016 году она не избавилась от своих недостатков, а в 2016 году она появилась на Atlas и M-Grant. Специалисты по ремонту этих трансмиссий говорят, что перечень болячек, что на SunYong, что на Geely одинаковый и нередко эта трансмиссия ложилась на стол. То есть на капремонт она приходила к пробегу в 120 тысяч километров. Особенно у очень резких водителей, которые любят давить резко тапку в пол. У этой трансмиссии перекрашивают шток поршня, сервопривода тормозной ленты, что вызывает некорректный прижим ленты и износ, направляющий самого штока в корпусе трансмиссии. Электронный блок управления самой КПП нередко выходит из строя, из-за чего трансмиссия пребывает в режиме непрерывной адаптации, а потому дергается и пинается при смене передач. Такие шероховатости в работе приводят к ускоренному износу фрикционов и тормозной ленты, да и компоненты гидроблока погибнут из-за продуктов износа механической части трансмиссии. Вообще, масло в этой трансмиссии обильно загрязняется стружкой, поэтому при капремонте приходится еще менять статор масляного насоса. Металлические частички убивают и его. Еще слабоват игольчатый подшипник барабана сцепления C1, а в целом механический износ автомата М11 возникает из-за агрессивной езды и из-за неисправного ЭБУ, который некорректно руководит соленоидами. А еще владельцы кроссоверов Geely наверняка помнят, что в 2020 и 2021 годах по гарантии меняли позиционер и датчики скорости трансмиссии. Фильтр этой трансмиссии можно поменять только в результате её полной разборки. Для заправки используется ATF DSi-6 или аналог. Можно использовать ATF 3292. Такие трансмиссии на разборках стоят около 1500 долларов. Кстати, очень много новых ЭБУ запчастей можно купить на нашем сайте. Ссылочки будут в описании. Ну что, поехали дальше. Более современные Geely, а именно соплатформники Tugela и Manjaro получили более современную, но менее экономичную трансмиссию – автоматическую. И здесь у нас Aisin TG81SC. Это восьмиступенчатый гидромеханический автомат. Он появился в 2014 году на десятках европейских, японских и американских автомобилей. На Geely, к слову, этот автомат появился благодаря платформе CMA у наследованной от Volvo XC40. У трансмиссии TG81SC есть три базовых версии, рассчитанных на определенную величину входящего крутящего момента. На упомянутых кроссоверах Geely используется самая облегченная версия, рассчитанная на 350 Нм. Сведения о живучести и надежности этой трансмиссии очень хорошие. Детских болячек у неё нет. И всё сделано инженерами Aisin очень надёжно, ведь эта трансмиссия разрабатывалась для Lexus с поперечной установкой двигателя. Но на самом деле эту трансмиссию подстерегает износ гидротрансформатора. Кстати, от этого не застрахована ни одна гидромеханическая АКПП. Обычно муфта блокировки гидротрансформатора изнашивается к пробегу в 300 000 км. Но есть немало примеров когда эта трансмиссия пробежала 400 000 км и не просится на капремонт. Многие мастерские способны отреставрировать не только гидротрансформатор, заменив её накладку, но и заменит подшипник обгонной муфты. В трансмиссию TG81SC заливается фирменное масло Aisin AW1 или Toyota WS. Также можно использовать их аналоги, например, ATF T4 или Mobil 3309. Менять ATF рекомендуем. Каждый 60 000 км фильтр не меняется, он расположен глубоко в корпусе самой трансмиссии. На авторазборках данная трансмиссия, снятая с Tugelo и Manjaro, предлагается примерно за 1700 долларов и встречается редко. Ну что, погнали дальше. Третий и четвёртый варианты трансмиссии применялись на Coolray и Atlas Pro. На Coolray только 7DCT330, то есть это робот Ana Atlas Pro. В дешёвых комплектациях с передним приводом это шестиступенчатый айсинг гидромеханический и тот же робот 7DCT330. Итак, начнём с семиступенчатого преселектива от китайской компании Ningbo. Итак, эта трансмиссия аналог Getrac 7DCT330 и была разработана для Mercedes. Каталожный номер 724.0 появилась в 2015 году. Этот преселектив устроен как DSG или PowerShift. У него двойное мокрое сцепление, электрический масляный насос и электрический сервопривод блокировки в режиме паркинг. Вилки включения передач тоже двигают электрические актуаторы. Трансмиссия 7DCT330 рассчитана на 330 Нм крутящего момента. Такие преселективные трансмиссии напоминают обычные МКПП. Только здесь два первичных вала, два вторичных вала и на вид обычные косозубые шестерни. Муфтами синхронизаторов и вилками, перемещающими их для включения и выключения передач. Сцепление двойное, но у мокрых преселективных трансмиссий оно представляет из себя набор фрикционных дисков, погруженных, естественно, в масло. Это все напоминает пакеты сцеплений внутри классических АКПП. Одно из сцеплений соединено с нечетными передачами, а другое с четными и задним ходом. Пока одно сцепление задействовано, то другое разомкнуто, но муфта синхронизатора уже вошла в зацепление с нужной передачей. Чтобы переключиться на следующую передачу, такая коробка просто переключает сцепление и включает сразу нужную передачу. Поэтому такая трансмиссия и называется преселективная, то есть предварительный выбор передач. Ну а теперь, что с надежностью у этой трансмиссии? На самом деле немецкий оригинал и китайский аналог служат очень хорошо, хотя на ранних стадиях 724.0 для мерседесов пережил ряд отзывов и улучшений по части мехатроника. Но на самом деле, на данный момент на атлас про и на джили кулрей эта трансмиссия ходит замечательно. Уже много этих трансмиссий проехали 200 тысяч километров и вообще никаких проблем. Тем более, что для этих машин никакой механики не предусмотрено. Сервоприводы не ломаются и не глючат. Сцепление тоже долго работает. Есть известные случаи грохотой лязги таких трансмиссий. Шум слышен с левой стороны и проявляется только если накатом проезжать по неровностям на скорости 15-20 км в час. Но эта грохочет не сама коробка, а конкретно ЦАП во внутреннего шруса в зацеплении со шлицами дифференциала. На разборках такие трансмиссии встречаются примерно по 700 долларов, но это без пакета сцеплений, а с покином сцеплений 1500. Масло в этой трансмиссии можно менять. Есть сливная и заливная пробка. Сливается обычно 3-3,5 литра масла. Общий объем 5,5 литра. Подходит любое масло для мокрых преселективных трансмиссий. И фильтр этой трансмиссии находится в глубине корпуса. Переднеприводные Atlas Pro оснащены автоматическими гидромеханическими трансмиссиями японскими шестиступенчатыми Asin TF72SC. Эта трансмиссия вам может быть знакома. Она берет корни с 2003 года агрегат TF80, который может быть вам знаком по автомобилям – Opel, Volvo, Peugeot, Mazda и т.д. Так вот, Asin TF72SC – это самая последняя модификация этой трансмиссии. Она с 2013 года устанавливалась на переднеприводную платформу BMW e-mini с трехцилиндровыми двигателями, а также на Peugeot, Suzuki и младший Jeep. Да, это облегченная трансмиссия, которая рассчитана на крутящий момент 280 ньютонометров. Но, по-моему, в случае с одной 5-литровым Atlas, ну, двигателем Atlas запас есть. Эта трансмиссия никогда не вызывала нареканий, что касается ее самых ранних версий 70-й, так и 72-й версий 72SC. Для заправки в него используется масло Toyota WS либо аналоги. Через сливное отверстие вытекает чуть больше двух литров масла, поэтому частичную замену можно делать два раза подряд, чтобы добиться чистоты. Этот автомат не часто встречается на разборках, особенно в варианте для Atlas Pro. Цена соответствующая 1500 долларов за хороший экземпляр с гарантией. Ну, вот такой вот обзорчик у нас сегодня получился. Делитесь своим опытом в комментариях, надежны ли автоматические трансмиссии Geely, по вашему мнению. Или это очередной проплаченный обзор, как пишут многие. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!